сегодня у нас 13 ноября 2024 год утром 7 часов где-то и вот такая погода снежное тепло несут два пакета тяжелых потому что перехожу сегодня новый отдел все уносила домой теперь надо брат нанести я отдохну две недели очень хорошо сегодня конечно не спала толком все волнительно очень надеюсь будет все хорошо надеюсь мне понравится все будет замечательно не знаю буду еле выкладывать в этот фрагмент так записываю пока на память такой снежок пушистый мягкий доброе утречка у нас на завтрак сегодня вот такой омлет тут и грибочки и сосиски и хлебушек этого вида порция большая вот такая тарелочка огурчики и кофе и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Так, сегодня я решила испечь манник, так как очень много кефира у меня пропало, что-то я последние 2-3 дня у меня где-то, ну, как сказать, холодное не захотелось пить, знаете, когда вот побаливает немножко горло, пощипывает, хочется только теплого чая, ну, что-то такое с лимончиком, и у меня вот кефир не пошел, хотя я каждый вечер пью кефир, но вот не пошел кефир, и поэтому решила использовать его куда-нибудь, но вот придумала манник, так что сегодня у нас будет манник, к нам в гости пришла Ксюша, вот, говорит, давайте вечер субботний проведем вместе, и плюс попоем караоке, вот у меня желание сегодня такое, вот, попить караоке, так что мы согласны, вот сейчас вот приготовлю к чаю манник тоже поставлю, и еще будет у меня под шубой, я жду небольшую доставочку из магазина, как раз у меня должна прийти селедка, вот, а так уже я свеклу, морковку уже натерла, вот, в тарелочке разложила, и жду селедку, чтобы собрать весь салат, и мы могли поужинать вместе, мы решили сходить до магазина, в общем, ну просто там очень-очень надо, как бы нам купить женские штучки, но это просто как бы необходимость, вот, я сегодня целый день не выходила, надо было, конечно, мне забегать пораньше, но вот, как-то не получилось пораньше, в общем, что-то у меня глаз такой опять красный, я его натерла, сегодня у меня глаз чесался, так, вообще не пойму, что-то ни с того ни с сего, бывает, тут чешутся глаза, то ли сухость, то ли что, вот, смотрю, красный глаз, в общем, у меня сегодня такой, знаете, домашний день был, выходной, отдыхала, вообще, как-то у меня пролетело, сегодня выспалась, ну, подольше поспала, потому что на неделе не спала, в общем, не спалось, как-то опять надо было рано на работу вставать, и сегодня, кстати, да, полдесятого или до десяти даже поспала, и это, я отдыхала, в общем, дома, как бы, вообще без всяких, там, каких-то домашних дел, прям, постиралась, и это, я не считаю, стирка, это, что машинка стирает, и потом вы завешал, и все, и как бы, движуха начинается у нас сейчас, мы, скажем, до магазина сходим, слово, и Катюха тоже сказала, с нами пойдет. Катюха, Ксюшка, он дома останется сейчас, пока, включила, там телек посмотреть, не маленький, я поставила, она посмотрит за маленьким, вот, а мы сходим до магазинчика быстренько и вернемся, и, если мне привезут селедку, то вовремя поужинаем, вот, если нет, то у нас ее не получится такой, немножко поздний ужин, ну, нежелательно, ну, ладно, суббота есть суббота, так скажем, ну, так получается, все, в общем, подключусь к вам попозже. Так, ну что, открываем диффузор, мне советовали зрители, моя подписчица, поэтому с удовольствием буду пробовать этот диффузор, потому что сейчас аромат, аромат, аромат должен тот, который я очень хотела. Ну, доставай, доставай. Так, это палочки. Аромат должен быть северный лес, ну, я так понимаю, что елкой пахнет. Еще пока еще так вот помогает мне всю же открывать. О, так это жидко, ну, да, это елка. Ну, это и есть как елка, правда. Так, это, наверное, нужно закрутить. Давай, подправь, чтобы я это. Штучки три пока, да? Хватит. Или им побольше? Да, опять. Сейчас она напитается, перевернем, и будет аромат. О, да! Это мой аромат для зимы. Елка. Поэтому то, что надо. Обожаю. Обожаю. Елочка. Как будто из леса прям. Мясной аромат. Очень классный аромат. Радует нас. Радует нас, как из мультика. Салат готов. Вот такой манечек получился. Давненько, кстати, не стряпала, но раньше, так скажем, по молодости, конечно, манеки пекла очень часто. Я стараюсь, выпечку поменьше, но все равно выходные приходится тряпать. Для своих все равно надо, потому что им что-то хочется вкусненького. Вот я готовлю. Все. Это внесем к столу. Будем садиться, кушать, а потом пить караоке. У нас Ксюшка приехала специально говорит, хочу попить караоке. Вот такое настроение у нас субботнее. Надеюсь, у вас тоже сегодня отличное настроение. Тянет болотную ток заколдованных мест. Где мне белые крылья я удаваю воусе Через тернии провода Небо только не мучиться. Тучкой маленькой я вернусь и на твоем прохозным домиком Разрыдаюсь каким дождем Знаешь, я так заскучился. Знаешь, я так заскучился. А я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю, я очень болен, я почти умираю. А где то ты ничего не узнаешь, а я боюсь, что потерял тебя. не служит тридцать вода и две бензина, вечно не оттачит карк классик. Пишу тебе из южных берегов, где тесно налив и от богов, где пляжи опустили в октябре, где все напоминает о тебе. Ну, я если встречу, потом передам ему и справа твоих голосов, как электрошок, что я в руках и без вина, твоя вина. Теперь узнаешь, что на детьми дарим, донесут обо всем на эф-м волнах. Я помню белые околы и черная посуда на скручет к двое что мы откуда, откуда задвигаем шторы, как пьет плюшки стынут. Объясните теперь нам вактеры, почему я на ней так дрену. Цветок, веночек, в утренней растет цветок, соловья запев свисточек, стоп, березовый глоток, тишины послушать полю по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Става в их непришедшие полей. И в землю нашу полегли когда-то А где воротились белые журавли? Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора динам зая солнце взойдет. Солнце взойдет. Время восемь вечера, я только вышла на улицу. Никак сегодня не могла заставить себя выйти. Даже вот смотрите, без макияжа, без ничего сегодня вот в таком виде отдыхаю. Отдыхаю от косметических всяких и вообще и процедур и всего-всего в общем отдыхаю. Расслабляюсь в общем свой мы то телек смотрим, то чай пьем, то он в компьютере, я в телефоне. в общем вот так вот мы отдыхаем сегодня. Никуда не пошла не гулять ни по торговым центрам. Решила, что не хочу. Хочу побыть дома. Вот. И сейчас вот ну еле-еле заставила себя выйти, чтобы дойти до аптеки. Дома-то я вот два дня хорошо себя чувствую. Вообще нет ни кашля, нет ни насморка. абсолютно хорошо так дома пробыла. Ну может то, что в тепле. А когда на работу прихожу, то ли я по улице пройду с утра, то ли ну наверное воздуха скорее всего как бы выдыхаю, что ли и начинаю закашливаться. Прихожу на работу и решила, что мне надо купить доктора Мом, чтобы у меня они были. А то как-то некомфортно так кашлять в кабинете. вот поэтому сейчас пойду куплю таблетки теплые. Вот. Еле-еле заставила выйти никак не могла. А на улице сегодня тепло оказывается. С крыш капает, тает, видимо, снег и лужи, грязь. Я посмотрела погоду, у нас будет неделя, целую неделю такая погода. в общем, поленюсь что-то на следующей неделе возможно опять у меня не будет ни бассейна, ни тренировок, так как скорее всего женские дни подойдут. Господи, то сам себя не может заставить, причины есть. В общем, начала пропускать, конечно, свои тренировочки по фитнесу и что-то дома как-то в последнее время не занималась. В общем, и бассейн, тоже пропустила. И поэтому у меня вообще вес встал. Вот сейчас, наверное, месяц он у меня вообще на одной метке стоит. Ну, потому что эти пропуски, пропуски, занятий, ничего хорошего. Плюс начала позволять уже себе опять что-то лишнего. То одно, то другое. В общем, вес у меня встал, но надо начинать опять как-то посильнее, опять посерьезнее. Вот. Либо следить с питанием, либо вот занятия надо не переживать. Поэтому я себя заставила сходить и до аптеки, но, во-первых, мне надо эти таблетки, чтобы они у меня были, и прогуляться хотя бы немножко. Все равно что-то за выходные засиделась дома. Дома. Так что такие дела. Ну все, я сходила до аптеки, взяла таблетки, взяла пятерочки, наперекус, завтра работа, бананчики. Вот. И иду домой. у нас и скользко, и грязь в то же время, и снег такой, как каша. В общем, на дорогах грязище, на тротуарах скользко, в общем, да, погод кота еще, и темно очень. сошла в подъезд, решила, что пойду пешком. Вот. Хотя везд работает, но я решила пойду сегодня пешком. Как было и времена, когда он сходить не работал. Фух, дошла. Так, ну что я вот взяла, показываю, вот такие лепешки. Ну сейчас вот по чеку смотрю, что они стоят 154,99 рублей. Почему-то мне показалось, что они 119. Дороговато, конечно. Ох, очень дорого. А сколько тут штук? 3, 4, 5, 6 штук, что ли? Ух ты. Ну я заходила в красное-белое, обычно мы всегда отбрали такие лепешки либо в фикс-прайсе. Ну, типа таких вот, не совсем, вот не такая фирма, может быть, другая была. Ну вот именно, что, ну вот, вы помните, тортильлес. Такие вот лепешки, они, по-моему, в фикс-прайсе рублей 55 стоят всегда. И в красно-белом тоже всегда дешево. пятерочки вообще 155 рублей получаются. Два огурчика. Огурцы, конечно, так себе. 34 рубля. Ну, конечно, сейчас такие будут огурцы зимой не очень. Типа перемороженные, либо что-то. выбирала, убирала, старалась такие покрепче выбрать. Вот, бананы. Бананы я взяла вот такие, которые тоже типа замотанные. Написано, что фасованные. А фасованные типа дешевле. Хотя фиг знает. Фасованные дешевле, не дешевле. Тоже там что-то цены не было. В общем, непонятно. ладно. В общем, 39 рублей 60 копеек. Вообще цены какие-то прям просто ужасающие. Кофе взяла в красно-белом. 300 там с чем-то рублей. Ну, 350 примерно скажу вам. И доктор Мом вот в аптеке 199. Но у меня были бонусы и у меня доктор обошелся в 111 рублей. Постилки я шла, чтобы завтра взять на работу, если вдруг буду все-таки закаживать. Потому что сейчас я пришла с улицы и понимаю, что у меня сопли как бы откуда-то взялись. Вот. А так вот сидела дома два дня. Вообще все вроде как отлично. Не кашляю, не насморка, ничего нет. вот с улицы приходишь и как будто бы начинаешь подкашливать. тоже как бы но сразу там то бежит, кто не дышит, все непонятно. Вот такие покупки небольшие. Кто нужный, он сказал, что кофе обязательно надо на работу взять. У него два выходных осталось и выходит уже после выпуска на работу. Вот. все. На этом купила вот такой геркулес монастырьский. Ох, что-то долго его пришлось варить. Такие крупные тут зерна. В общем, я два раза включала по 30 минут. Вот. вот сейчас как бы уже что-то началось проясняться как бы ну вот типа разварился что-ли как будто бы он. Но все равно у него такие крупные вот эти зерна. Вот. Завтра буду с утра пробовать. Вот эти, конечно, зерна здесь вообще как бы они такие прям мелкие-мелкие. ну и здесь написано, что быстрое приготовление. Варить пять минут всего. Вот. Такой нежный. Конечно, мне больше нравится. Потому что и варить быстрее, и он такой глотай, так скажем. Прям ну, действительно нежный, мелкий. Вот. А вот здесь монастырьский здесь возможно он полезный. А вот кстати, да, написано, что цельное зерно варить двадцать минут и он, конечно, такой крупный. Видно на свет крупное такое зерно. в общем, два раза нажимала время по тридцать минут. В общем, и вот более-менее что-то у меня теперь разварилось. потому что я не люблю когда хрустят эти хлопья. Я все-таки люблю, когда более, так скажем, каша похожа на размазню, что ли. Вот именно овсянка. Вот именно овсянка, чтобы она как-то была. У меня здесь на молоке и нет, но у меня здесь больше воды, чем молока. Воды я вот использовала таких двадцать или три стаканчика даже, а молока по-моему половину даже. Ну, совсем без молока я не могу. Мне молочко в каше нужно. Это прям необходимо. Я не могу совсем прям на воде кашу есть. И хотела бы сказать насчет этого диффузора. Аромат в общем мой. Ёлкой пахнет. мой? Потому что мои не любят такой аромат. Я люблю в период именно так скажем декабрьско- январских месяцев. Далее, конечно, далее, конечно, уже там к весне я перехожу на цветочные ароматы. Уже там, конечно, хочется весны, цветов, весеннего настроения. А вот именно когда предновогоднее такое настроение в ожидании праздника, чуда, ну вот, как мы и привыкли, да, из детства, что ёлочка, украшение, вот этот аромат, ну, как бы не поднимает настроение. и вот именно два месяца, три, ноябрь, декабрь, январь, вот, я предпочитаю слышать аромат ёлки. Сам аромат не бьет в нос, он так не резко, знаете, что вот там сильно на всю комнату пахнет. Такой приглушенный аромат, ну, когда поближе подойдешь, конечно, прямо хорошо так ощущается, но вообще скажу, что ненавязчивый аромат. Не знаю насчет вот этих кстати палочек, я не совсем понимаю в этих диффузорах еще, как бы не знаю, что, ну, я так предполагаю, что чем больше палочек, тем насыщеннее будет, что ли, аромат. Нужно ли их менять или просто нужно добавлять, чтобы, ну, я не знаю, поярче аромат ощущался. Вот, кто знает, пишите, подсказывайте, потому что не стала я себе палочки туда вставлять, вот, лежат пока как запасные, но, не знаю, надо их менять или просто добавлять, вот, подскажите, пожалуйста, буду очень рада. и вчера у меня Ксюшка, когда приходила к нам в гости, мне подарила вот такие масочки, три масочки, она, говорит, по-моему, заказала, что ли, на Валборске, надо переспросить, не знаю, она мне вот сказала, что на три маски, они, говорят, классные, буду пробовать, спасибо ей большое, вот, что значит, девчонки все-таки, девчонки, есть девчоночки, и вот, уже дочка тоже мне тут масочки подгоняет, знает, что тоже люблю эти все дела, сказала, что, говорит, ей очень понравились, буду пробовать, ну, и на этом буду заканчивать этот влог, благодарю вас за ваши лайки, за комментарии, люблю, целую, Оля, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok